Тем временем больше 150 участников получили задания и начали борьбу за место в полуфинале. В Якутске проходит региональный этап конкурса профессионального мастерства WorldSkills Russia. О том, какие задания ждут участников в эти дни, расскажет Розалия Борисова. В коммунально-строительном техникуме проверка практических навыков идет сразу по трем направлениям. Сантехники заполняют заявки для работы, в соседней площадке идет подготовка к укладке кафельной плитки. Оцениваться будет по всем плоскостям, то есть смотрится, ну, общее впечатление от работы сначала смотрятся вертикальные швы, потом смотрятся горизонтальные швы, потом смотрится вся плоскость, то есть проверяется плоскость всего, нет ли кривизны где-то. Допустимые искривления это 5 мм, но 5 мм это уже снимается. Каждое задание по модулю выполняется от 1 до 2 дней в зависимости от сложности. Установить раковину, унитаз, поддон душевой. Ну и сейчас вот первое задание это было, что нам нужно для этого, какие инструменты, все это мы записывали, давали заявку. Завтра уже будем приступать к конкретному заданию, к практическому. Будущие автомеханики проверяют знания по четырем модулям. Кто-то находит неисправность в самом двигателе, кто-то анализирует состояние электрооборудования, а кто-то работает с двигателем механической части. Автомобиль сейчас это сложный-сложный продукт, без знания физики, электрики, электроники. Просто взять ключ, подойти, отремонтировать его, провести какие-то регулировки невозможно. То есть нужно знать все. Соответственно должен современный автомеханик провести диагностику, дать заключение, выполнить работу. В это время участники компетенции ресторан готовят безалкогольные коктейли из черного ящика. За 17 минут напиток должен быть готов. В этой же компетенции ожидается и шоу-программа. Участники покажут один из самых эффектных приемов профессиональных поваров – фламбирование. Ни один регион по России еще не использовал десерт фламбе в региональных чемпионатах. То есть мы сейчас учим официантов продемонстрировать, насколько они умеют, знают технологию даже приготовления. Ну и естественно очень большое внимание ведется на интерактив, то есть общение с гостями. В течение четырех дней работы участников оценят больше 200 экспертов. Конкурсы проходят в среднеспециальных учебных заведениях, ресторанах и предприятиях города. Конкурс завершится 5 марта и победители смогут принять участие в полуфинале страны. Розалия Борисова, Иван Семенов, НБК Саха, Якутск.